Привет! Сейчас покажу вам, что там под крышкой получается. Вот, закипело. Не уследил. Не уследил и немножко на крышку. Ну, ничего страшного, оно всё равно туда стекло. Консистенции. Вода действительно только-только покрывает картошечку. Если видно, думаю, что не очень хорошо видно. Сейчас попробую поближе поднести. Только-только покрывает картошечку. И огонь я сделал такой, что оно практически не кипит. Одна булька в 2 секунды. Вот так это выглядит. И оно будет кипеть долго, несколько часов. На это время мы делаем с вами небольшую паузу. Потом вернёмся и начнём засыпать остальные ингредиенты. Готовим азербайджанский суп пти. Серия 3. Окончательная закладка специй и оставшихся ингредиентов. А также посолка. Первым делом пробуем. Бульон начинает приобретать густоту и такую как бы кислоту немножко. Он становится как будто чуть-чуть кисленьким. Это нам дарит баран. Потом мы берём и немножко подсаливаем. Подсаливаем всегда маленькими порциями, чтобы не пересолить. Можно, кстати, картошку попробовать немножко. О, картошка сварилась. Но она должна не только свариться, она должна стать очень-очень мягкой. Это кинза. Я помыл кинзу. И сейчас её порежу вместе с корешками, со всеми делами. Потому что корешки пахнут не только не хуже, чем листва, но даже и лучше. Потому что там более концентрировано всё, все вот эти вот вещества. Листва хороша тем, что она более мягкая и более красивая. Поэтому её удобнее подавать с салатом. С салатом. А вот внутри любого блюда, что петрушка, что кинза, их можно в любом виде. В смысле и корешки, и листочки. Но если вы используете корешки и листочки... Оп! Поправил немножко. Если вы используете корешки и листочки, и точнее и корешки, то их надо просто помельче резать, чтобы они не попадали в виде больших таких оковалков людям в тарелку. Просто меленько режем. А дух будет хороший. Нет, если бы у нас была здесь грядка с кинзой, может быть, я использовал бы только листочки. Но грядки с кинзой нет. Поэтому используем всё, за что уплочено. Добавляем немножко перца. И добавляем немножко зиры. Вот как она выглядит. Такие серенькие, длинненькие зернышки. Оп! Вот так вот. Чуть-чуть это пробуем утопить, не перемешивая. Смотрим, что с солью. Соли придётся ещё добавить. Не только сейчас, но и потом. Но поотсаливаем маленькими порциями. Оно же сбредается по всему, наверное, минут за 10. Оставляем покрышку ещё на час. Ну, в принципе, уже можно не смотреть дальше. Хотя дальше я сниму пробу и скажу вам, вкусно или нет. Это будет в следующей серии. Стоп! Ещё не всё. Показываю, как сохранить оставшуюся зелень. Вот зелень. Все продукты любят храниться в наиболее пакете, такой герметичный, чтобы не было лишнего воздуха. И воздух удаляется, вакуум. А зелень, наоборот, любят, чтобы воздух был. Поэтому мы вот так вот делаем. Раз. И в таком вот воздушном мешке она у нас будет храниться. Вот теперь всё пока. В следующей серии будет снятие пробы. Пробы. Смотрите наши другие видео. Последняя серия про азербайджанский суп пти. Снятие пробы. Ну вот, супчик кипел несколько часов. Я надеюсь, тут видно, сколько выкипело. Выкипело не так много. Пробы. Он какой-то очень нежный. Так, а что с картошкой? Картошка была одна из самых деревянных. Она талит во рту. И пахнет очень приятно. И не пойму чем, какой-то свежестью такой. Первозданный. Мясо не буду пробовать, пока оно горячее. Но немножко соли не хватает. Но я не буду соль добавлять сюда. Потому что можно немножко будет каждому в тарелке подсолить. Потому что если пересолить такую кастрюлю, вкусно ты, то это будет очень обидно. Лучше чуть-чуть не досолить. Ну все. Спасибо за то, что досмотрели до конца. Смотрите наши другие видео.